МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это вечерний факт на Кубань, 24. Я Екатерина Шайдурова. И в ближайшие часы о главных событиях края. Вот что покажем сегодня. Воздушная река, которая поставляет тепло или закачивает тепло на территории края практически с Африки. Снимаем шляпу и пуховики. Кубань ждет жара, как в Африке. С континента к нам идут температуры, каких четверть века не было. Единственные, кто не рад, пожарные. Вера должна появиться. Вера в том, что они с какого-то района Краснодарского края могут выпускать продукцию либо товары на экспорт. Чтобы продать чужим, своим помогут. Предприятиям-экспортерам предоставят льготы. Чем именно готовы делиться Кубани? Почему продукты больше не главное? Было принято решение о том, чтобы мы рассмотрели возможность строительства дополнительного корпуса к училищу. Зазвучит по-новому. Краснодарский музыкальный колледж расширяется. Виртуозов ожидает большой переезд. Куда и как скоро? Стоило только свистнуть. Пенсионер из горячего ключа вписан в мировую книгу рекордов за музыкальный инструмент, который едва под лупой видно. Сутки до рекорда. На Кубань движется температура, каких четверть века не было. По прогнозам синоптиков, завтра столбики термометров покажут 21 градус тепла. Последний раз так жарко было в 1995-м. Тогда воздух прогрелся до 23,5 градусов. Это наивысший показатель за всю историю метеонаблюдения на Кубани. На этот раз горячий воздух пришел к нам прямиком из субтропиков. Таким высоким температурам мы обязаны как раз влиянию взаимодействия циклона-антициклона и формированию такого мощного южного потока. Воздушная река, которая поставляет тепло или закачивает тепло на территории края практически с Африки. Из-за аномально теплой погоды в крае ввели противопожарный режим. Под особым контролем несколько районов, включая Приморско-Ахтарский, Темрюкский и Славинский, там увеличилось количество возгораний сухой травы и камыша. А в МЧС напоминают, у домов опасно складировать строительный мусор, а во время отдыха на природе нельзя выбрасывать бутылки и окурки. Это может привести к природному пожару. Напоминаем, что палы сухой растительности в Российской Федерации запрещены. Допускается использование открытого огня для сжигания сухой травы и порубочных остатков исключительно с соблюдением требований правил противопожарного режима. Штрафы для нарушителей немалые. В период действия противопожарного режима они вырастают в два раза до полумиллиона рублей для юридических лиц и до четырех тысяч рублей для граждан. Кубанские военные обрушили на врага торнадо. Это система залпового огня, которую армейцы ударили по позициям условного противника. Масштабное учение Южного военного округа объединили мотострелковые подразделения на полигоне в Волгограде. Чтобы добраться до огневых позиций, солдаты и офицеры в полном боевом снаряжении преодолели десятки километров пересеченной местности. Выйдя на точки атаки, применили тяжелые огнеметы. Система называется «Солнцепёк». Её используют для поддержки пехоты и бронетанковых соединений. И вот на этих учениях «Солнцепёк» прикрывал движение Т-90. Это основной танк, состоящий на вооружении российской армии. В его тренировке под Волгоградом участвовали около тысячи военнослужащих, а поля бороздили больше трехсот единиц техники. Подразделения условного врага были ликвидированы, как и весь его арсенал. Ну а после успешной атаки на позиции противника, командование оценило действия армейцев на удовлетворительно. На военном языке это высшая отметка. 30 лет Краснодарской региональной службе специального назначения «Альфа» исполняется сегодня. Ветеранов и действующих сотрудников специальной службы чествовали в краевой столице. В муниципальном концертном зале спецназовцев поздравляли руководитель краевого управления ФСБ Сергей Захарихин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, спикер регионального парламента Юрий Бурлачко. РССН постоянно командируется в регионы со сложной оперативной обстановкой, где по отзывам центра также считается одним из лучших по качеству подготовки. Работаем в основном в Ингушетии, но присутствие свое осуществляли во всех северокавказских республиках. И огромный вклад нашей службы РССН в том, что сейчас Северный Кавказ находится в стабильной ситуации. Наш долг нашего подразделения РССН находиться в отличной боевой и физической форме, быть смелыми и, что мне понравилось, предусмотрительными. Вас всех ждут дома после выполнения боевых задач. С праздником! В спецназе на самом деле нет случайных людей. Ну почему? Потому что на самом деле 24 часа постоянная готовность встретиться с лицом, с лицом с опасностью. Потому что это высочайший профессионализм, изнурительные тренировки. И можно опять-таки перечислять, но попробуйте это вынести. Это надо осознанно понимать, что вы не работаете, безусловно, вы служите. И не просто отслуживаете это служение своему Отечеству. На самом деле вам поручают самые ответственные, подчас опасные операции. Потому что на кону стоит безопасность страны, стабильность края. Когда на кону стоит жизнь людей, вам, только вам. Потому что только вы можете справиться с этой задачей. В марте 1990 года Краснодарское подразделение стало 13-м отделом в структуре КГБ Советского Союза. А через несколько лет на его основе создали региональную службу и подчинили напрямую краевому ФСБ. За годы работы сотни проведенных боевых операций, освобождение заложников, охрана руководителей государства, нейтрализация особо опасных террористов и ликвидация бандформирований. Большая часть заданий до сих пор под грифом «Секретно». Увеличить объем экспорта готовой продукции до 8,5 миллиардов долларов в год. Такую задачу необходимо выполнить кубанским производителям до 2024-го. Для достижения результата губернатор Вениамин Кондратьев поручил создать центр поддержки предприятий, ориентированный на поставки за рубеж. Об этом говорили сегодня на совещании с руководителями промышленных и аграрных компаний. Яна Бузычкина расскажет, какую именно кубанскую продукцию собираются поставлять в разные страны мира. Станок предназначен для токарно-карусельной обработки изделий из черных и цветных металлов. Аналогичный станок в прошлом году, но он был отгружен в Ригу, в Латвию. Ждут подобные станки не только в Прибалтике. Перспективы для экспорта у Краснодарского завода сегодня огромные. Но так было не всегда. Единственное в России производство высокоточных станков едва ли спасли от гибели. Четыре года назад предприятие уже стояло на краю пропасти. Найти инвесторов и сберечь активы тогда помог губернатор. После личного вмешательства главы региона, дела бывшего Седина пошли на поправку. Воссоздано на пепелище было увеличие предприятия. Теперь постепенно возвращает утерянные позиции и становится одним из главных промышленных центров Кубани. По основным характеристикам станки лучше китайских и значительно дешевле европейских. Количество отраслей, в которых они используются, не счесть. Постепенно мы набираем мощности, увеличиваем портфель контрактов, увеличиваем мощности механической обработки, персонала. Станки, сельхозтехника и удобрения. Ассортимент промышленной продукции удивил представитель Ассоциации закупщиков Германии. С ними глава Кубани встретился в рамках программы российской бизнес-миссии в Берлине в феврале этого года. И вот уже сегодня на совещании с руководителями промышленных и аграрных предприятий края губернатор докладывает о предпосылках будущего сотрудничества. Мы получили конкретный перечень промышленной продукции, которая сегодня нужна немецкой экономике. То, что сегодня нужно Германии, мы направили запросы в адрес наших промышленных предприятий. Наша задача сегодня до 10 марта собрать всю информацию, общую информацию направить в адрес немецкой и германской стороны. После этого организовать визит наших деловых кругов. Именно для того, чтобы мы могли там уже те, кто готов, представить продукцию. Уйдем от такой компанейщины. Вот направили, направили. Форму собралили. Дальше вы вылетите туда. Проговорите конкретно, где они поставят точечку либо галочку, направленную часть того, что их заинтересовало. Вот этих коллег взять бизнес в группу и туда. Бизнес-миссиями, коллеги, мы никуда не продвинемся. Поэтому я прошу точечной работы, конкретной работы. И так по каждой европейской, азиатской, африканской стране в точечном режиме работать. Понятно, в холостую или нужно, но там, где есть рынок, вы чувствуете для нас потенциально, вы туда и ломитесь. Регион уже научился продавать за рубеж сырье. Больше всего в стране поставляет на внешние рынки зерна. Но нужно идти дальше. Речь о несырьевом экспорте. Согласно стратегии социально-экономического развития края в 2024 году, его объем должен увеличиться практически вдвое. С более чем 4 миллиардов долларов в год до 8,5. Однако, как отметил заместитель руководителя Краевого департамента инвестиций Юрий Шевченко, чтобы кардинально изменить ситуацию, необходимо изменить сам подход абсолютно всех участников рынка. Чтобы подняться на качество новый уровень развития экспорта, ратно увеличить его объем, нам необходимо перейти на другой уровень понимания ситуации в регионе и за его пределами. От вопроса, что мы экспортируем, мы должны перейти к вопросу, что мы производим и готовы экспортировать. От куда мы экспортируем, к кому интересны наши товары и где их новые рынки. От сколько мы оказали услуг, какие услуги нужны экспортерам. Поддержку экспортерам Вениамин Кондратьев предложил создать специальный центр. Там руководители предприятий смогут получать необходимые информации по продвижению торговли на внешних рынках. То есть те заводы и производства, которые заинтересуют заграничных бизнесменов, на полке магазинов будут вести буквально за руку. Давайте центр создадим, который будет организовывать, направлять, максимально взаимодействовать, работать со всеми потенциально предприятиями, и которые, как я сказал, потенциально могут пускать экспортированную продукцию. В ручном режиме компоновать, объединять, кооперировать, если нужно. Для того, чтобы мы могли еженедельно, если это нужно, ежемесячно, если это нужно, в зависимости от вида продукции, товаров, поставлять их на любые рынки, европейские, азиатские, африканские. Давайте сделаем поддержку, может быть, или отдельную программу поддержки предприятий, которые выпускают экспортно-ориентированную продукцию. И так их поддержим. Тогда, если они готовы выпускать экспортно-ориентированную продукцию, и на самом деле у них получается, давайте финансово поддержим, создадим условия для их поддержки. Центр поддержки экспортно-ориентированных предприятий в том числе займется изучением потребностей зарубежных рынков. Производство края готово скорректировать свои товары под рынок конкретной страны. Так, например, Азия заинтересована в нашей муке, а в Германии не прочь попробовать кубанские сладости. Я работал во многих странах, и могу одно сказать, что той поддержки, которую наши предприниматели получают здесь, в стране, я не видел. И иногда бывает так, что предприниматели уже ждут, а что же вы нам сделаете? Правильно вы говорите, что людей надо приучать еще к тому, чтобы они формировали свою мысль. Если создали продукт, то этот продукт должен быть четкий и понятный. Достигнуть результата вместе. Они должны поверить, что сегодня созданы такие условия, что они могут. И вот это самое главное, сломать у них психологию. Вера должна появиться. Вера в то, что они, да, вот с какого-то района Краснодарского края могут выпускать продукцию либо товары на экспорт. И для них это только пример. Только пример. Один, второй, третий и все. И тогда сломаем. Только тогда сломаем. Пока же о регулярных поставках за рубеж могут говорить производители вина. Тост поднимают за Европу. В прошлом году виноделам удалось увеличить поставки на 20% и выйти на рынки Норвегии, Германии и Эстонии. В конце марта первые партии отправятся и в Данию. Яна Бузычкина, Кирилл Белонок, Вадим Волков, Олег Демидов и Юрий Дешин. Кубань, 24, Краснодар. Сегодня ночью в Краснодаре закроют Садовый мост. Частично с 23 часов будет ограничено движение автомобилей по двум полосам в сторону улицы Мопро. Это связано с профилактическим ремонтом деформационных швов. Рабочие бригады приведут в порядок так называемые резиновые компенсаторы. Они защищают стыки плит от мусора и не позволяют проникать в дождевой воде. Таким образом увеличивается срок службы конструкции. Строители будут трудиться каждую ночь вплоть до 11 марта, но на рассвете все работы обязаны сворачивать, чтобы не мешать потоку транспорта. Ограничение движения будет действовать с 11 вечера до 5 утра. Специалистами было произведено комплексное обследование искусственных сооружений, в результате которых были выявлены дефекты резиновых компенсаторов деформационных швов. После реализации работ по их замене на регулярной основе будет производиться очистка от пыли и грязи для увеличения их срока службы. При должном уходе новые деформационные швы прослужат 5 лет. Потратили на них 3 миллиона 100 тысяч рублей. Это деньги краевого и муниципального бюджетов. А вот в музыкальном микрорайоне Краснодара дороги для ремонта не отдают жители. Согласно городскому проекту перепланировки, 72 земельных участка должны перейти в собственность мэрии. Только после этого можно начать прокладывать там ровный асфальт. Но большинство необходимых территорий сейчас относятся к многоквартирникам. И решение передачи квадратных метров должны принять жители. Ну а пока проголосовало только два дома. В мэрии эту ситуацию объясняют тем, что в новом жилом фонде много квартиросъемщиков, а на собственников выйти сложно. Переговоры длятся уже больше полугода, но в мэрии предложили решение. Осень ближе, но тем не менее начнем. Ну а дальше все. Уже времени у нас нет на убеждения, на переговоры. Поэтому давайте все, что мы запроектировали, необходимо дальше изумать, для того, чтобы мы уже могли выполнять работы, связанные с проектированием. Потому что в любом случае это наша зона ответственности. Несмотря на сложности приступить к работам, планируют уже в этом году. К примеру, готов проект дороги по улице Есенина. Проект сейчас этот проходит экспертизу, а потом можно будет подать заявку на получение финансирования. Ожидается, что строители зайдут на объект ближе к осени. Краснодарский музыкальный колледж имени Римского-Корсакова получит новый корпус. Сейчас в администрации края прорабатывается вопрос строительства зданий. Уже выбран участок и в ближайшее время начнут готовить проектно-сметную документацию. Но сегодня же стало известно, что музыкальным студентам Кубани, возможно, не придется уезжать из края ради консерваторского образования. Подробности у Алины Сорокиной. Жизнь в ритме Рахманинова. Именно об этом мечтает выпускница колледжа имени Римского-Корсакова. Нотами и гаммами Анастасия Кузнецова влеклась в детстве. Дома было пианино. Девочка буквально грезила инструментом и, закончив музыкальную школу в Кропоткине, переехала в Краснодар. Это мое. Я совершенно не представляю, как бы я смогла без этого прожить. Как и большинство учеников колледжа, этому учебному заведению 113 лет. Оно не прекращало работу даже во время революции, гражданской и Великой Отечественной войны. Его выпускники – лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Среди них есть и выдающиеся личности. Сейчас здесь раскрывают потенциал около 400 учеников. Занятия проходят в двух корпусах – старом и новом. Сегодня вице-губернатор оценила состояние учреждения и пообщалась с будущими артистами. Чем ты будешь заниматься, как-то вырастешь, закончишь. Хочу учителем быть в музыке, в музыкальной школе. Надеюсь, что маленькие детей обучать. Мой учитель меня обучил, я хочу передавать знания. Именно уникальные занятия привлекают студентов со всего окрая. Сами же корпуса нуждаются в обновлении. Изначально здание не возводилось, как учебное заведение. Коридор здесь узкий, а классы небольшие. Но главное, кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием и студентам есть на чем проявить талант. Сколько вы получили новых инструментов? Сейчас мы заказали, если фортепиано интересует, то три. А сколько всего у вас здесь фортепиано? Сколько фортепиано всего? Больше 60. Здесь на территории училища? Да, новое и старое здание. У нас фортепиано-отделение там. Но здесь в каждом классе, естественно, есть фортепиано. Чтобы учащиеся колледжа могли совершенствовать свои музыкальные способности, вице-губернатор Анна Менькова поручила министру культуры края обновить здесь музыкальные инструменты в приоритетном порядке и участвовать во всех федеральных и краевых программах. Колледж Римского-Корсакова хоть и имеет два здания, но это неудобно. Чтобы перейти из одного в другое, нужно выйти на улицу. Вице-губернатор осмотрел территорию колледжа и место, где предполагается возвести еще одно здание площадью 5000 квадратных метров. После такой модернизации учебное заведение сможет принять в два раза больше талантливых ребят. Сегодня назрела необходимость серьезно заняться проблемами нашего главного музыкального училища Римского-Корсакова. Одному из зданий больше 100 лет. И, конечно, учиться в таких стесненных, во-первых, условиях, во-вторых, объективно, в условиях, далеких от нормального процесса обучения, нельзя. Поэтому губернаторам было принято решение о том, чтобы мы рассмотрели возможность строительства дополнительного корпуса к училищу. Вице-губернатор пообщался со студентами, которые поделились планами на будущее. Они рассказали, что с удовольствием бы остались в Краснодарском крае и поступили бы в консерваторию, если бы на Кубани было такое профильное учреждение. Анна Менькова пообещала рассмотреть этот вопрос. Возможно, ВУЗ появится на месте старого корпуса колледжа. Алина Сорокина, Денис Горбунов, Дмитрий Ланин, Кубань-24, Краснодар. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. Остановить массовый отстрел собак и найти докхантеров требуют зоозащитники Новороссийска. По меньшей мере 15 мертвых животных обнаружили жители города за последние два месяца. И трупы причем оставляют на оживленных улицах, в общественных местах, а рядом находят дротики с транквилизаторами. В деле уже разбираются правоохранители, но подключились они не сразу. Вероника Веретенникова с подробностями. Ну вот смотрите, это вот она у меня во дворе вот так вот лежала, хранилась. Мертвое животное Светлана Горда подобрала на улице Социалистической. И как доказательство массового отстрела сразу же повезла в отделение полиции. Лежала желтая крупная собака, ну судя как я ее, пришлось ее поднимать, около 20, может даже больше килограмм. На ней сверху лежал колпачок от дротика. Вокруг никого не было, была женщина одна с собачкой прогуливалась, из местного, рядом с домом. Вот, я попросила ее помочь загрузить эту собаку в пакет и потом положить ее в багажник. Заявление в полиции приняли, а мертвое животное за неимением специальной морозильной камеры и лаборатории забрать отказались. Для того, чтобы провести экспертизу и выявить наличие ядов, правоохранителям пришлось договариваться об экспертизе в другом городе. И на это потребовалось время. Дознаватель фотографировал, это вот здесь я привезла ее, ее вытащили. Ну довольно-таки крупная собака. Собаку забрали на экспертизу спустя 4 дня, а к делу подключились волонтеры фонда помощи бездомным животным «Хочу жить». По их словам, на улицах Новороссийска они нашли больше десятка убитых собак. Это буквально первая ситуация, где действительно был труп. И не просто труп, а труп был с дротиком. Как правило, таких собак стреляют, ну собак в дротиках стреляют курароподобными ядами. А это очень опасный яд, он действует в том числе и на людей. В отделе полиции Приморского района управления МВД России по городу Новороссийску по данному факту зарегистрирован материал. Проводится проверка, назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение, установленный законом срок. Результаты экспертизы будут готовы только через две недели. Между тем, в полицию города поступают заявления не только от зоозащитников, а тех, на кого напали бездомные псы и кого просто напугали. За последние недели было три таких случая. А год назад жертвой бродячей собаки в поселке Цемдолина стал 7-летний мальчик. Овчарка напала на него и сильно повредила лицо. Собаку застрелили правоохранители на месте. По закону, если животное становится угрозой жизни, они имеют на это право. Еще один вопиющий случай произошел примерно в то же время. На этот раз уже стая накинулась на 9-летнего мальчика. По воле случая рядом оказались сотрудники полиции. Они буквально отбили ребенка. Такие ЧП скорее исключение, чем правило. Но согласно закону, отстреливать бродячих собак и кошек запрещено. Животное теперь это не имущество, а живое существо, которое испытывает страх, боль, страдания. Кроме всего прочего, существует 245-я статья Уголовного кодекса, в которой говорится, что за причинение какого-либо ущерба животному, это увечий или последующие смерть животные действия, наказываются законом вплоть до второго наказания, до 5 лет лишения свободы. Согласно поправкам, которые вступили в силу с начала года, на территории каждого муниципалитета страны должен быть приют. В Новороссийске он есть и подчиняется непосредственно администрации города. Как там рассказали, бродячих собак должны отлавливать, лечить и находить им новый дом. Но кто взялся за ружье и охотится на псов, неизвестно. Ответ должна дать полиция. Вероника Веретенникова, Александр Брыксин, Юрий Дешин, Кубань-24, Новороссийск, Краснодар. 30 килограммов проблем поймали на крючок рыбаки на озере Абрау. Мужчины вытащили из воды огромную рыбу. И чтобы похвастать, улов запечатлели на камеры и опубликовали в сети. И все бы ничего, но знатоки их теологии опознали Черного Амура, а он занесен в Красную книгу. Разглядели пользователи и еще одну любопытную деталь. Ловили великана баграми. Такие крючки, а ими пользоваться запрещено. Представительству местного Росрыболовства обещали изучить эти кадры. А учитывая нерест, который сейчас идет во всех водоемах края, нарушителям грозит солидный штраф. К слову, в наступившем году это уже не первая рыбалка в Абрау, которая обернется санкциями. В феврале разыскивали героев другого интернет-ролика. Они сетью вылавливали мальков, но пока нарушители остаются безнаказанными. В Брюховецком районе смотр строителей. Муниципальные власти сейчас выбирают подрядчика, который приведет в порядок мемориал, посвященный Великой Отечественной войне в Новоджирелиевской. По проекту строители должны заменить плиты, на которых высечены имена бойцов, павших за родную землю. Там покоятся больше двух тысяч солдат, ушедших на фронт из станицы. Реконструкцию проведут по программе о вековечении памяти погибших. Реконструкцию выделят 9 миллионов рублей, а завершат работы ко Дню Победы. Это великий праздник, великая победа. И в рамках этих всех мероприятий нам очень хочется, чтобы здесь было красиво. И действительно, чтобы приехали сюда родственники, приехали внуки тех, кто здесь покоится на этой территории. И, в общем-то, участвовали во всех мероприятиях, которые здесь будут проходить. Облагородят и сквер. У мемориала это уже третий объект в районе попавших программ формирования комфортной городской среды. А на благоустройство всей зеленой зоны направили 18 миллионов рублей из всех уровней бюджета. Строители вымостят камни-дорожки, поставят скамейки, разобьют клумбы, обновят и название. После реконструкции это место станет площадью Победы. Старт масштабному проекту дан в хуторе Новоукраинском Крымского района. Там установили закладной камень на месте будущего здания 44-й школы. Много лет она квартирует в приспособленных помещениях. А на торжественное открытие стройки пригласили учеников. Глава района Сергей Лесь отметил, что новые места за партами стали создавать после 20-летнего перерыва. В 2017-м открыли учебное заведение в хуторе школьном и вот теперь пришла очередь Новоукраинского. Это не просто будет школа, это трехэтажное красивое здание. С футбольной, балетбольной площадкой, баскетбольной, гимнастическими объектами. А внутри будет оснащена интерактивными досками, современной красивой мебелью. Помимо классов для занятий, проектам предусмотрены игровые комнаты, кабинеты логопеда, психолога, даже студия танцев. А во дворе обустроят целый спортивный городок. Школа рассчитана на 400 мест. На строительство объекта из краевого и местного бюджетов выделено около 405 миллионов рублей. Спасибо, что с нами. Мы продолжаем. В Сочи сегодня высадили полторы тысячи самшитов. Саженцы начали выращивать в питомнике национального парка пять лет назад. Тогда реликтовые деревья оказались практически на грани исчезновения. Но насекомое-вредитель, завезенный в Олимпийскую столицу с посадочным материалом, уничтожило практически 90% краснокнижников. Взамен них высадили молодые растения. О том, как возрождают один из самых редких и красивых лесов страны, Яна Кулешова подробнее. Сухие стволы и ветви. Так выглядит сегодня самшитовая роща в Маринском лесничестве. А ведь еще недавно она насчитывала 300 ценных экземпляров. Практически дотла выжиг реликтовые деревья пришелец из Китая. Его убила огневка. Она съела не только все листики побеги. Она погрызла ему кору, благодаря чему нарушились все проводящие системы самшитов. Мы наблюдаем отслоение коры, что говорит о том, что это дерево мертво. Рядом с погибшими деревьями высаживают молодые растения. За лопаты взялись 30 лесников. Перед ними поставлена сложная и ответственная задача вернуть в дикую природу полторы тысячи самшитов. По внешнему виду хорошо сформированный ствол, прекрасные зеленые листья без всяких пятен погрызок. Хорошая корневая система. Это все вместе взятое свидетельствует о том, что есть великий шанс, что это дерево вырастет и будет радовать всех. Саженцы привезли из Адлерского питомника. Сегодня там растут 30 тысяч самшитов. Самым взрослым 5 лет вырастили их из семечек, которые собрали с уцелевших растений. Они сохранились на 50 гектарах. Часть естественных насаждений в маринском лесничестве спасли. Все эти деревья, возраст которых 60-70 лет, сохранились благодаря регулярным обработкам. Здесь применялся биологический метод борьбы с огневкой. На растения распыляли суспензию, приготовленную из аборигенных грибов. Микроорганизмы обитают в сочинских лесах и способны уничтожить вредоносное насекомое. Грибы подсадят и к молодым деревьям. Это не последняя партия самшитов, которые появятся в предгорьях Сочи. Будем собирать с маточных плантаций семена, также прорачивать их в питомниках и будем высаживать во всей территории его произрастания. Сочинский национальный парк в 2020 году планирует вернуть в дикую природу более 20 тысяч деревьев. В следующий раз лесники возьмутся за лопаты осенью. Их примеры уже последовали детсадовцы и школьники. 77 образовательных учреждений приняли участие в экологической акции. Яна Кулешова, Александр Сорочан, Кубань, 24, Сочи. Пока в сочинских горах ученые спасают самшит, в городском дендропарке бутоны выпустила первая магнолия. Цветами покрылся кобус. Это наиболее холодостойкий вид. На деревьях нет листьев, зато они усыпаны небольшими бутонами. Их диаметр 10-12 сантиметров, то есть примерно с ладонь. Цветы молочного оттенка имеют яркий аромат. Но благоухать они будут недолго. Лепестки быстро опадают. Наблюдать цветение можно на протяжении двух недель. Вслед за кобусом начинает распускаться и магнолия суланджа. Растения украсят розовые бутоны. Их появление дендрологи обычно ждут в середине марта. Но из-за теплой зимы этот вид второй год подряд расцветает раньше срока. В этом году у нас все растения выступают как бы не в свои традиционные сроки. Видимо, изменение климата оказывает влияние на растения тоже. И что-то зацветает раньше, что-то потом от холодов обратно сворачивается. И, ну, то есть у кого-то скудное цветение наблюдается, у кого-то наоборот. Магнолия суланджа, особенно острая, реагирует на перепады температуры. Холод может сказаться как на количестве бутонов, так и на их размере. Но в этом году, похоже, пышное цветение гарантировано. Розовые тона на деревьях будут преобладать до середины апреля. И только потом они переоденутся в зеленый наряд. Со свистом к победе. Мастер по лепке из горячего ключа попал в реестр рекордов мира за создание самого маленького народного инструмента. Свистульки. Размером всего с 10-копеечной монету. К этому достижению мастер шел 30 лет. И сначала хотел делать самую большую звучащую игрушку. Когда понял, что не хватает ему ресурсов, начал двигаться в обратном направлении. Наш корреспондент Амир Юсупов миниатюрный шедевр в руках подержал и попытался повторить успех из глины. Лепка начинается с карандаша и бумаги. Ученицы Александра Туманова выводят эскизы. Мужчина направляет и подсказывает. За 20 лет работы он успел обучить около тысячи человек. Преподает в детской школе искусство. А в свободное время представляет фигурки на выставках, пишет книги, создает пособия по ремеслу. Я делала белку. Я не понимала, как делать, что, как. Я редко белок вижу. У нас была какая-то статуя. А он ее как жизненно сделал. Как вот смотришь на белку, реально белка стоит. Вот и главная работа Александра. Маленькая глиняная свистулька выглядит как реальная птица. Правда, она настолько крохотная, что наша камера не может показать клюв, глаза и крылья. В размерах пташка уступает 10-копеечной монете в несколько раз. Ее длина 8 мм, ширина 4,5 мм. Хранится игрушка в бархатной ювелирной коробке, там же заточенной зубочистке. Ими все и делалось. Никаких специальных инструментов и увеличительных стекол. Именно этот глиняный свист и принес мужчине мировую награду. Главным условием признания достижения была как раз способность птички производить звук. Сертификаты рекордов России и мира уже пришли Александру по почте. Сложнее открыть сертификат, распечатать, чем поставить рекорд. К свистуле у Александра сотни. Вот это, например, крысиный король из щелкунчика. А эта работа называется похоронка. Плачущая женщина с кроликом в руке. Игрушки мужчина делал вместе с учениками уже не для рекордов, а чтобы передать идею. Это главное в работе, говорит Туманов. Взяли, вложили письмо в руку. И смотрите, видите, какие строгие, угловатые такие формы, вытянутые. Угловатость такая, острота, она как раз передает горе. Передавать эмоции объемам решила научиться и наша съемочная группа. Александр предложил делать коня из пластилина. С таких простых фигурок начинают дети. В итоге получилась косолапая корова. Посмотрев на нее, мастер дал дельный для любого ремесла совет. Работать, работать и работать. Сам Туманов охотно следует этому призыву. 30 лет работает с глиной. Ну а в планах у него еще несколько рекордов. Хочет создать свистульку еще меньшего размера. А потом открыть музей, в котором люди смогут не только смотреть на экспонаты, но и играть на них. Амир Юсупов и Олег Черепок. Кубань-24. Горячий ключ. Про обещанные баскетбольные смотрины далее. Но перед этим будет еще прогноз погоды. У меня же на этом все. До встречи. Спонсор прогноза погоды строительная компания Юг Строимпериал. Всем-всем добрый вечер. Как же я люблю начинать погоду с хороших новостей. И сейчас тот самый случай. Весна начинает набирать обороты и радовать нас своим теплом. А надолго ли солнце останется у нас, нам поможет рассказать снимок, сделанный со спутника. По данным Гидрометцентра, наш край продолжает находиться в поле повышенного давления. Под влиянием антициклона, который пришел к нам с южной стороны, движется в восточном направлении. Но не торопится от нас уходить и будет радовать нас теплой температурой, которая идет вслед за атмосферным фронтом. Так что погода в ближайшее время меняться не будет. Осадки продолжат обходить нас стороной. Ветер южный и юго-восточный 3,8 метра в секунду. Днем местами 9,14 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7, днем плюс 14, плюс 19 местами до плюс 22 градусов. Ну и давайте поговорим подробнее о температурах и подробнее поговорим, начиная по традиции, с восточной части нашего края. Вот посмотрите, видите, какая прекрасная картина. Везде солнце, везде день чудесный. Тихорец-Кропоткин-Армавир до 20 градусов тепла. В предгорных и горных районах такая же потрясающая температура. В Майкоп-Абширонск до 22 градусов, в Отрадный и Мостовской до 20 градусов тепла. Ну и давайте мы передвигаемся дальше, к северу, к центру и к западной части нашего края. Вот, вот потрясающая картина, о которой я уже говорил, что настанет тот момент, когда на севере температурные показатели начнут подниматься. Есть в Приморск-Ахтарск 14 градусов тепла. Не так уж и круто, но все равно она, температура растет. В Кущевске до 20 градусов, солнышко будет светить, а вот в центре до 19 градусов. Вот в центре облака немного помешают солнцу прогреть и поднять температурные показатели до 20. Темрюк и Крымск до 19 градусов тепла. Похожая ситуация, как и в центре. Ну и давайте передвигаемся к Черноморскому побережью. Сочи-Туапсе, Геленджик, Новороссийск, Анапа. Здесь, конечно, не 20, но все равно не холодно. Сочи плюс 16 градусов, солнышко, малооблачность. Стоп-Се. Облаков будет чуть побольше, поэтому температурный показатель на один поменьше 15 градусов. Геленджик плюс 16. И в Новороссийске такие же показатели, как и в Геленджике, плюс 16. Ну и в Анапе 10-12 градусов тепла. И давайте теперь переместимся в Крымую столицу, город Краснодар. Посмотрим, что нас ждет теперь здесь. Утром до 10 градусов температурные показатели начнут подниматься, а вот днем до 20 градусов солнце будет прогревать воздушные массы и поднимать температуру вверх. Вечером температурные показатели слегка опустятся до 14 градусов со знаком плюс. Осадков не предвидится, днем солнца будет больше, а вот утром и вечером будет малооблачность. Ветер в южных направлении, давление слегка превышает норму. А теперь погода по заказу. 3 марта Трегубова Андрея Сергеевича поздравляет с днем рождения Иван Иванович. Желает крепкого здоровья, счастья и успеха в работе. Ну и мы тоже присоединяемся и поздравляем и желаем продолжать наслаждаться солнышком и хорошей погодой. А у меня на этом все. Я желаю вам хорошего настроения, чтобы любая погода приходилась вам по душе. Ну а дальше эфир продолжит «Факты спорт». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!